Красный море И сегодня в нашей студии автор сценария и кандидат исторических наук Сергей Щербаков Здравствуйте Здравствуйте Первый мой вопрос все-таки про название Почему в названии фигурирует слово «красный» мне более-менее понятно, хотя здесь тоже есть вопрос на самом деле И вот все-таки, да, когда зритель слышит название в Красном море, мне кажется, у него ассоциации появляются такие коралловых рифов, да, и все-таки он увидит не это Почему такое название? Да, конечно, ассоциация первая с Хургадой, наверное, какая-то происходит Но мы принципиально в самом названии отошли от того, что все-таки Красное море не с большой буквы, а с маленькой буквы То есть это показать, что это все-таки это море, это красного цвета Откуда такое название появилось? Это в ходе подготовки к самому сценарию Изучая вот этот материал, там фактически основная проблема стоит о том, что начинается в стране гражданской войны То есть это ощущение скорой гражданской войны, где вот эти депутаты, делегаты одного съезда, где они сейчас пытаются жить дружно и хорошо, найти общий компромисс Скоро разведут уже через несколько месяцев по разных сторон баррикад И так получится, что вот эти уже трещины между ними будут заполняться в крови Получается, то есть это такое море, да, что-то стихийное, что люди окажутся по разные берега, например, этого моря И что-то такое зло Ну тут многослойный подтекст, потому что это не только море крови Это, конечно, фраза взята из стихотворения Михаила Сейспеля, Хирилл Тинистре То есть в Красном море, где он там как раз пишет, что мы вышли из Лачук Вперед дал ей нужду и горе, вперед в страну коммун, товарищи мы в Красном море То есть, в принципе, когда я прочитал вот эти слова, они показались не только то, что вот именно здесь идет про советскую власть и про коммунизм, а про испытания Здесь, конечно, уже в Красном море то, что в июне 18-го года советская власть, красная власть наступала, уже расширяла, углубляла свое влияние И поэтому тот подтекст как бы уже в море советской страны, то есть в новом проекте Тут кто знаком, да, действительно, с творчеством Сейспеля, видимо, они, мне кажется, сразу поймут Ну и, конечно, еще один такой момент, конечно, то, что меня заворожил Все потому, что многие тоже как-то сомневались, это название какое-то, скажем так, двояк Но меня заворожил тот образ, конечно, любительский, моисеевский текст Это поиски счастья для своего народа, прохождение через испытания Там испытания достаточно были сложные, суровые И, да, то есть когда Моисей спасал свой народ, они там вот это Красное море расступилось И они потом опять еще через 40 лет шли, собственно говоря, к такому своему счастливому будущему Ну, интересно, действительно, глубокое название, это намного глубже, получается, нежели, да, я изначально себе представляла Признаюсь, вот те события, я имею в виду то, что происходило в Чувашии, да, в начале 20 века Это такой для меня темный, на самом деле, лес Вот чем уникально событие, о котором снят фильм, что про него решили прямо снять фильм Могу сказать, что темный лес не только для вас, но и для очень-очень многих людей И, собственно говоря, задача этого фильма как раз это показать Потому что мы очень часто это мало знаем, все эти события, которые происходили в нашем регионе В чем уникальность? Я вот так и объясню Дело в том, что я работал 7 лет в историческом архиве, то есть там сотрудником был И волей судьбы попал мне в фонд Чувашской отдела пленаркомнации И изучая вот эти материалы, увидел, что какое интересное огромное количество материалов, которые у нас, собственно говоря, там они отражены То есть там наши чувашские деятели того времени, они скрупулезны, все протоколы записывали, документация, переписка, она сохранилась И решил посмотреть, как у нас отображено это у нас в исторической литературе, то увидел, что практически ничего нет То есть там 17-й год советская власть, потом что-то про 18-й немножко и сразу в 20-й год Почему? Задался таким вопросом, почему так произошло? Анализирую этот материал, я просто прекрасно понял Потому что в советское время об этом писать было нельзя Я тоже читала, что вы в одной из своих статьй писали, что до того, как занялись этой темой, тоже считали, что Чуваши достаточно такой темный народ Который действительно повела вперед уже советская власть И выяснили, что на самом деле все не совсем так, что были какие-то интересные события Вот про что идет речь? А вот почему так раньше говорили, потому что это была идеологическая пропаганда Просто это нужно было там необходимо-то говорить А что связано с деятелем тех времен, то я просто поражался, насколько они были очень длинновидные, образованные и напористые Такое характерное чувашское народное упрямство В отстаивании своих интересов И они, отстаивая это, влияли не открыто, не в открытой форме Это, конечно, у нас не как на Дону или в Ашкире, где там все это с многочисленной кровью было Здесь было больше противостояние идеологическое То есть это политические взгляды, то есть идеологии И наши политики тех времен были очень интересны, достойны Это Алюнов, Семен Николаев, Иван Васильев, Ильмень, Краснов Что они противоставляли чему? Они противопоставляли большевистской программе Начнем с того, что если внимательно посмотреть большевистские материалы до 1918 года То там шла речь о том, что не все народы имеют право на самоопределение Только те, кто прошли буржуазный этап развития, имеют многочисленный пролетариат, рабочие пролетарские партии Только они имеют право на самоопределение И вот все-таки первый всечувашский съезд, он как-то повлиял, что у нас есть Чувашская республика? Да, конечно Как это привело? Повлиял тем, что выставляя грамотно свои требования о культурной автономии, которую большевики не хотели признавать Но в то же время они были вынуждены считаться Ну и там был политический такой момент, исторический, что когда высшее руководство, в частности нарком по делу национальности Иосиф Сталин Вынужден был прислушиваться к мнению чувашских съездов И в результате они отошли от своих уже жестких большевистских требований насчет того, кто имеет право на самоопределение А этот вопрос на самом деле не пустой, потому что он активно обсуждался в то время Просто проводили наши региональные съезды, приходили большевики и говорили, что здесь не пролетари Поэтому, собственно говоря, ваш голос это не считается И они, разговаривая и полемизируя, проводя вот эти съезды, добились с тем, что их признали народом, имеющим право на самоопределение В чем конкретно это выразилось? В открытии Чувашского отдела пронаркомнации, это в мае 2018 года То есть вот эти вот как раз мудро выстроенные ходы, требования и стояние на позиции, что в Чувашии солидарны с позицией пролетариата Это именно как раз эти события отражаются, и это позволило создать Чувашскую республику Фильм у нас все-таки не только документальный, но и художественный Это значит будут игровые сцены? Да Как будем снимать? Это фильм был сделан у нас по государственному заказу, выставлен на электронной торги Торги выиграла в московской студии Проведены съемки, к декабрю должен быть уже конечный продукт То есть уже где-то в начале нового года зритель сможет увидеть? Да, надеюсь, что все будет хорошо А вот если вы говорите, что это будут актеры, действительно, то есть кто-то прям сыграет, например, Михаила Сеспеля даже? Да Когда я писал свой первоначальный сценарий, то есть, конечно, на такой кем-то графический, скажем так, вот больше хотел как раз Михаила Сеспеля и его там, эта подруга Шуру Читаева того времени, 18-го года Это реальная девушка там была такая, по воспоминанию у нас она имеется А сам съезд снять немножко, скажем так, больше схематически, фотографически там Но мне что понравился, подход московского продюсера, чтобы сделать его более, скажем так, вот качественным, более смотрибельным для современного зрителя и побольше игровых сцен И поэтому сейчас там некоторые истории разворачиваются, будут более широко, то есть, будут много там драматических столкновений Например, начинается фильм, это одна из первых сцен, начало фильма, где комиссар по чувашским делам Александр Краснов Это в мае 18-го года идет он разговаривать с товарищем Сталиным, как раз по этим вопросам И, в принципе, там показано как раз то, что идет диалог такой, как же, достаточно очень содержательный с точки зрения политической И, в принципе, понятный для, постараемся делать, чтобы было бы это для обывателя И тут показано, где уступки делают одна сторона, где уступки другая сторона, ну и потом цена этих уступок Вот хочется еще побольше каких-то таких фишек, которые бы, например, заинтересовали простого обывателя Не историков-краеведов, да, наших, а именно простого зрителя, чтобы они тоже захотели видеть этот фильм Расскажите что-нибудь еще, изюмик, интересные какие-то моменты в сценарии, которые можно раскрыть сейчас Будет привлечена компьютерная графика Съезд изначально он проходил в Казани Это здание бывшего дворянского собрания И у нас вот планируется, например, массовая фотография делегатов съезда То, что они там будут стоять И сзади все-таки будет как же это реконструировано Как раз здание бывшего дворянского собрания в Казани И таких моментов будет несколько То есть это будет действительно зрелищный, драматический такой, да, драматический, вернее, такой художественный фильм настоящий Да Спасибо большое Ну что ж, я напоминаю, мы беседовали с автором фильма «В Красном море», будущего фильма «В Красном море» Сергеем Щербаковым До свидания Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok